Привет, друзья! Сегодня к вам с новым героем — Скаймагом. С релиза прошлого героя прошло довольно много времени. В доте вышло большое обновление, и нужно было переносить его фишки в 1х6. Аспектов, конечно, не будет, ведь это наши таланты, а вот врожденные способности теперь есть у каждого героя. Многие из них уникальны для 1х6. Для тех, кто про 1х6 вообще не слышал, это моя кастомная игра. Шесть человек на героях доты сажаются каждый сам за себя. Кто последний потерял свою башню, проиграл. Герой обычный, но с кучей новых талантов. Вот, собственно, в таких видео я и показываю нового героя с его билдами. Сегодня — Скаймаг. Начнем с базовых отличий. Врожденная способность дает чуть меньше вампиризма — 35% вместо 50%, но талантами это компенсируется. Первый скилл базово срабатывает в OE на 3 цели. В доте — это шард, у нас вы можете фармить с самого начала игры. Длительность сайленса меньше на 1 секунду, а также все цифры ультимейта тоже ниже. Урон ниже на 400 на последнем уровне, зато на 200 меньше монокост и на 30 секунд меньше кулдаун на первом уровне. Также новый аганима шард. Дотерские нам явно не подходят. Шард позволяет первому и второму скиллу работать сквозь БКБ. То есть болт наносит полный урон, как и талант в доте, а второй скилл и замедляет, и наносит урон сквозь БКБ. Плюс замедление не развеивается. Аганим же дает новую кнопку. Она расходует процент текущей маны и дает большой щит от максимальной маны. Если противник щит разобьет, произойдет взрыв, который наносит урон от прочности щита, отталкивает и ненадолго встанет. Использовать аганим можно в стане. Это, собственно, ваша возможность пожить на героя, которому явно нужны тиммейты на передовой, в доте. У нас, знаете ли, тиммейтов нет. Но перед тем, как мы перейдем к талантам, хочу обратить ваше внимание на Аркану. Вот на эту, да. Она не из доты, а из магазина 1х6. Здесь продаются самые крутые шмотки по супер низким ценам. В первые три дня Аркан Носкамага будет иметь скидку в 30%, то есть продаваться за 10 тысяч осколков. В переводе на рубли это ровно 700. Но при этом с подпиской в дот 1х6 плюс вы можете копить осколки просто играя. Также сегодня меняется стоимость на все доступные Арканы в доте, то есть те, которые можно было получить бесплатно. Например, на Фантомку, Джаггера, СФа, ну или кучу других старых Аркан. Они также будут стоить 10 тысяч осколков, но постоянно. Ну, давайте к Скаймагу. У героя очевидные 4 магических ветки, но с разными направлениями. Кью, билд прокайт и расход маны. Легендарный клан дает новую способность. Она на 20 секунд дает вам 40% статуса. А урон болтов будет расти за каждую использованную способность. Из минусов, стоимость болтов будет также повышаться на 3% максимальной маны. К концу эффекта вы устанавливаете почти всю свою ману за 5 секунд. Способность можно прервать вручную, если вы остались без маны. Суть на самом деле простая. Нажать легендарку и спамить кнопки. Тогда урон болтов взлетит в космос. Но есть нюанс, без блатстоуна мана у вас закончится супер быстро. А вот блатстоун в 1х6, как известно, убирает мана косты на 6 секунд, но еще регенит ману за урон. Это, собственно, ваш главный план. Потратить ману, зарядить болты, нажать блатстоун и иметь еще 6 секунд бесплатных болтов, которые, кстати, наригинят вам фуллману. Чтобы это все работало, вам нужно жить и держать дистанцию. Основной эпик именно про это и говорит. Если рядом нет противников, болт кодешится в 2 раза быстрее, еще и айтемы кодешит. Это вам позволит в 2 раза быстрее наносить урон и заряжать легендарку. Еще и блатстоун откатить с другими айтемами. Есть в эпиках также руты и обзоры на противников. Есть постоянные плюс 32% мусспида в синем. В общем, держитесь подальше от противников. Предметы, как вы уже догадались, содержат блатстоун. Но вначале, думаю, база всех скаймагов. Нулик, фалькон и обычный ботинок. Или арканы, если в будущем захотите грифсы для диспела. Дальше можно, конечно, сразу взять блатстоун. Но это на самом деле ноль урона. Так что можно начать с каи, потом блатстоун, потом апнити скай и метеор. Эзериал ваша корж-мотка и для дальности, и для сейва. Акторин также. Скорее всего, нужна будет шива для армора, ну или условный аганим. А если с выживаемостью проблем нет, то классический хекс. Из опциональных предметов есть грифсы и лотус для диспела. Аркин, блинк, юла, линка. Идем дальше. В тоже билд про кайт. Вот только здесь вам добавляется редклик. Легендарный талант пассивный. После использования 6 способностей, вы получаете кучу скорости атаки на 3 секунды. При этом каждая третья ускоренная атака будет запускать в цель второй скилл. Ничего сложного. Ваш план на игру побегать, покидать скиллы, дожить до бафа, и за 3 секунды бафа можно убить почти кого угодно. Если не получилось, повторяйте процедуру. То есть у вас как бы есть суперсильный редклик в этом окне, но вы не бьете рукой постоянно, как свен какой-нибудь. Так что вы все еще маг в первую очередь. Ростной урон у вас отопительщикого таланта. Атаки, болты, и второй скилл накладывает горелку, которая дамажит от урона атаки и выжигает ману. То есть условно за 9 атак с легендаркой будет 9 стаков и еще 3 от пассивных выстрелов, итого 12. Урон атаки вас может не смущать. Вы его получаете в основном от интеллекта. От него, кстати, скейлится и сам урон второго скилла. А также вы получаете интеллект, то есть урон атаки, от силы и ловкости синим талантом, что позволяет покупать необычные предметы. Остальные таланты на кайт. Например, второй скилл будет давать суперскорость передвижения и полет на 2 секунды. А еще отталкивание, которое, кстати, прокает с легендарки, и снижение рейнджи атаки противников. В общем, все, что позволит вам дожить до вашего прока. Предметы здесь могут быть необычными. Начало такое же, фалькон нулик. Потом можно подумать про ПТ. Дальше в игре есть замечательный вичблейд, который и инту дает, и статарь для ретлика, и еще и урон, и апается в идеальную шмотку, паразму. Затем, возможно, и пика. Благодаря синему таланту она даст кучу инты за счет силы и ловкости. Есть ханда, которая дает как раз таки урон атаки, от которого у вас все скейлится. Глейпнер, проки, молнии и руты. Скади по тем же причинам, что и пика. Остальные айтемы — опциональный сейв. Линка, Шива, БКБ, сплыврекер, аганим. Урона с хандой и паразмой вам должно хватать до конца игры. Так что остальные слоты вы забиваете статами и просто выживаемостью. Два билда позади, и у меня для вас еще одно важное объявление. Обычно при выходе нового героя стартует голосование за одного из трех кандидатов на роль следующего героя. Но в этот раз мы отойдем от этого канона. Я проведу аукцион на стриме, в котором можно будет донатить на любого героя из доты. Не считая нескольких исключений в виде там виспов, котлов и прочих необычных героев. В конце победитель будет выбран случайно из всех кандидатов. У кого больше донатов, больше шансов на победу. Стрим будет в ближайшие дни на Твиче. И чтобы его не пропустить, следите за телеграмом. Там будет анонс. Оставлю ссылку в описании. Итак, третий билд — Е. Билд про выживаемость и, наверное, единственный билд, который не против подраться в ближнем бою. Легендарный талант меняет ваш сайленс. Ну, точнее, дает ему второй заряд с чуть большим кулдауном. А также сайленс теперь не таргетный, а создает область. В этой области работает, собственно, сам эффект сайленса и снижение магризиста. Вот только все это больше не развеивается. Можно только выйти из области. Также поле делает еще две вещи. Дамажит противников и хилит вас от вашей максимальной маны. А что самое главное, пока вы стоите в области, любой урон может дать вам один заряд сайленса. Собственно, в двух словах. Вам нужно держаться в поле и наносить много тикающего урона. Тогда вас и убить будет сложно, и у вас кд на сайленс почти не будет. Например, начинается драка, вы кидаете сайленс один на противника, один под себя, жмете ультимейт. И если противник не выбежал, то, скорее всего, вы рефрешните себе оба заряда. И можно будет дальше драться. В других талантах куча выживаемости. Есть 20 броней силы синего таланта. Есть супер снижение такспида и отключение пассивных способностей от сайленса. Есть авто сайленс, который прокает от любого скилла. В общем, вы можете позволить себе быть рядом с героями. В долгой драке у вас куча хила и постоянные сайленсы. Плюс урон от максимальной маны, рано или поздно вы просто сожжете кого угодно. Предметы строятся на урне. В 1х6 апнутая урна навсегда увеличивает хп и ману, когда рядом погибают герои. То есть это и тикающий урон, и куча маны, которая идет в урон и хил легендарки. Также есть вичблейд. Опять же тикающий урон, куча интеллекта. Уверен, вы подумали про радик. Но я бы его не советовал, этого не стоит. В другие слоты есть акторин, аганим, метеор апнутый, даже блатстоун. Это все предметы на ману, от нее у вас основной урон. Также прогрессы не забывайте. Супер сильная шмотка, наживаемость, еще и диспелл на маге найти крайне сложно. Ну и остался последний билд, R. Это билд на исполнение и прожатие кнопок. Он сложный и начинать с него не советую. Ультимейт с легендарным талантом становится прерываемым. Вы кастуете ульту до 10 секунд. Урон вначале ниже обычного, но со временем растет и потом будет больше обычного. Убить вас во время каста по факту нельзя, ведь вы получаете на 80% меньше урона. Ну а теперь самое главное. Во время каста вы можете нажимать что угодно, скиллы и предметы, а также передвигать ульту к кнопке R. Передвижение занимает 0,3 секунды всегда и кдшится 1 секунду. То есть противник будет вашу ульту кайтить, а вы должны ультимейтом попадать. Но это не все сложности. Основная проблема, конечно, в контроле. Хоть вы и не можете умереть, сбить ульту вам очень легко. И эту проблему придется решать предметами на контроль. Для этого также есть таланты. Например, применение ульты дает вам БКБ, а также 100% эмиссы на противнике. Первые 2,5 секунды ульту вам вряд ли собьют. Также есть основной эпик, который дает стаун от ультимейта. Его надо настакать другими скиллами. Можно до ультимейта, а можно прям во время каста. Это еще лишние плюс 2 секунды. Но ключевую роль, конечно, играют предметы. После нуля фалькона и ботинка можно сразу купить гост. Это ваша защита от башей. Позже вам понадобится в любом случае эзериал. Можно гост не брать. Сделать, скажем, каю, атос и апнуть метеор. Клейпнир вам не сильно нужен, а вот руты от атоса приятные. БКБ ключевой предмет. Со встроенным БКБ это по факту 9 секунд возможности кастовать в ульту. То, что вам нужно. Хекс тоже очевидный выбор. Противник Хексе не может сбить вам в ульту. Можно даже подумать про Алибарду. Ведь баши и нулифайр никто не отменял. Ну и классический Акторин, Аганим. А еще вы можете блинкаться во время ультимейта. Так что Аркин Блинк тоже вариант. Не уверен, что это полезно, но может против милишников поможет. Как раз у вас щит есть Аганима, под которым блинк не сбивается. Вот, собственно, и весь Скай. Герой уже есть в игре, но доступен только подписчикам ДОТ 1Х6+, до выхода следующего героя. Это означает, что Дровка, прошлый герой, доступен всем желающим. Можете посмотреть предыдущее видео про все ее таланты. Также не забывайте про Телеграм. Там будет оповещание о стриме с аукционом. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...